МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ Находясь в Берлине 26 июля, я решила сконцентрировать свое внимание на локальную прессу. Берлина Моргенпост, заголовок газеты «Россия запрещает Макдональдс». Прочитав это, я очень удивилась. Поднятие такой абсурдной темы до этого я встречала только в соцсетях, где так называемые патриоты, которые без особого знания дела, выражали свой протест и выкладывали враждебные записи о том, что нужно запретить эту американскую сеть быстрого питания. Мол, это достойный ответ на санкции ЕС и США. Несколько раз я пыталась объяснить в сети и без того примитивную схему этой бизнес-системы, чтобы подчеркнуть всю абсурдность этой враждебности. Это попросту франшиза. Российские предприниматели покупают право на использование бренда «Макдональдс», выполняя некоторые условия этой компании. К ним на работу устраиваются простые россияне. Налоги от продаж идут в российскую казну. Другими словами, закрыв «Макдональдс», большое количество россиян потеряют работу. Причем в таких заведениях чаще всего работают студенты. «Макдональдс» слишком большая компания, которая, к сожалению, не пострадает от этого. Теперь я вижу эту крохотную статейку, в которой рассказывается, что в России на полном серьезе начались проверки по обнаружению бактерий в салате и в сэндвичах в «Макдональдсе» в Новгороде. Я решила посмотреть, что на этот счет пишет российская пресса. МКРУ 20 августа пишет, что закрытие четырех «Макдональдсов» в Москве – это временно и никак не связано с санкциями. Простое совпадение. Цитирую. Каких-либо подробностей о том, какие именно нарушения выявлены в ресторанах, не сообщается. Однако онлайн-издание «Иносми» сравнивает эту ситуацию с конфликтом 2008 года с Грузией, когда Россия вдруг запретила ввоз грузинского вина и минеральной воды в Россию. Во всем они видят политическую подоплеку. В том же самом номере газеты «Берлина Моргенпост» напечатали такую карикатуру. Санкции влетели в одно ухо Путину, а из другого вылетели. В общем, предлагаю вам подумать над всей сложившейся ситуацией. I'm loving it. Есть много тем, о которых мне хочется говорить, потому что я считаю в них ключ к успеху и к лучшей жизни. Эти темы я беру из повседневной жизни в странах, где я бываю. Одна из таких тем – страхование. В отеле Mervinpik в Египте по утрам предлагали вот такую своеобразную прессу. Они называют этот листочек «Good Morning News» – ежедневный газетный сервис, который они готовят каждый день на разных языках. Информация от Interfax. Семьи погибших в результате урагана в Башкирии получат 1 миллион рублей компенсации. Эта информация освежила в моей памяти тысячи случаев, когда государство компенсировало потерю жилья в результате наводнения, землетрясения и пожара. Как вы считаете, в силе компенсации должен покрывать государственный бюджет? Застраховать свои квартиры на случай гибели, порчи или утраты имущества предложили всем собственникам недвижимости в Хабаровске. Пока это делается добровольно, однако в России готовится закон, который сделает страхование квартир обязательным. Одна из страховых компаний предлагает горожанам застраховать свои квартиры, включая внутреннюю отделку и инженерное оборудование. Ставка, по словам страховщиков, льготная – 2 рубля за квадратный метр. Если 50 квадратных метров квартира, соответственно, по этому предложению, по этой программе, она будет застрахована на миллион. Ну и, соответственно, миллион – это максимальная сумма выплаты. Через год в Хабаровском крае очередное наводнение, которое причинило многомиллионный вред. По данным сайта, край получил продовольствие на сумму 768 миллионов рублей. По данным органов местного самоуправления, всего от паводка в регионе пострадали 2195 личных подсобных хозяйств на общей площади 288 гектаров. На выплаты компенсации в расчете по 3 тысячи за сотку регион получил 81 миллион рублей федеральных средств. Малые и средние предприниматели получили 48,5 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Как сообщил губернатор Вячеслав Шпорт, в Хабаровском крае в зоне затопления пострадало 3509 домов. Все объекты обследованы оценочными комиссиями по каждому муниципальному району. В результате признаны непригодными для дальнейшего проживания 1053 дома, в том числе 1000 частных домовладений и 51 многоквартирный дом. В Германии медицинская страховка платная и обязательная. Я как студентка плачу скромных 72 евро в месяц. Это около 3000 рублей. Независимо от того, болею я или нет. Но когда я болею, я обращаюсь к немецким врачам и получаю сервис на высшем уровне. Также в Германии почти каждый имеет страхование ответственности. Такая страховка покрывает застрахованному вред, причиненный им третьим лицам. Например, если я сейчас затоплю своих соседей или, скажем, сломаю телефон своей подружке, такая страховка покроет ущерб, нанесенный мной. Мой друг платит за такую страховку в год около 55 евро. Это чуть больше 2000 рублей. Такая же ситуация со страхованием жилья в Германии. Особенно если недвижимость находится на территории, где опасность наводнения или землетрясения больше обычного. Я очень рада, что у государства Российской Федерации есть желание помогать людям в трудную минуту. И они сразу же выкладывают деньги из ваших карманов на постройку домов для пострадавших. А что если у государства вдруг не окажется средств на такие цели? Я просто подумала, что если каждый начнет страховать свое жилье и свою ответственность, то на случай беды не придется надеяться на государство. А теперь для тех, кто не знает, чем заняться в этой жизни. Система страхования в России по сравнению с другими европейскими странами очень слабая. Поэтому записывайтесь на курсы по страховому делу, идите в университеты и изучайте это серьезно. Вы можете на опыте других стран создать в нужное время и в нужном месте страховой бизнес, который в Германии, да и вообще в Европе очень доходный. Это принесет пользу россиянам и вам как предпринимателю. Некоторые зрители моего видеоблога спрашивали меня о системе образования Германии. Эта тема очень широкая и интересная, поэтому всю интересующую вас информацию я связала в рассказ «Студент» сборника Sprechen Sie Deutsch, который я публикую ВКонтакте на своей странице. Читайте и комментируйте. До встречи в новом выпуске! Продолжение следует...